Дорожные транспортные происшествия В том числе три ребенка. У участников 12 ДТП за минувшую неделю отсутствовал полис ОСАГО. Еще в одной аварии водитель автомобиля сел за руль в нетрезвом виде. Пешехода пострадал несовершеннолетний пешеход, девочка 9 лет, которая перебегала проезжую часть по улице Мечтателей в районе дома 35. Из 22 ДТП проведенным анализом 10 ДТП это наезды на стоящие транспортные средства. Из этих 10 наездов 5 ДТП это со скрывшимися участниками происшествий, с мест которых водители скрылись. Вообще с начала года, с 1 января 2024 года у нас зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. На территории города 4 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано, в которых пострадало 7 человек. С начала года установлено 33 водителя, управляющие транспортными средствами состояния опьянения. По ним материалы направлены в суд для принятия правового решения. Пожары регистрируют практически каждый день. В Устилимске 13 января поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Карла Маркса 43. Его тушили 9 огнеборцев с помощью 2 единиц техники. В результате поврежден салон транспортного средства. 16 января в микрорайоне Тушамский по улице Весенняя горел жилой дом. Привлекались 3 единицы техники, 10 человек. Пострадали личные вещи на площади 30 квадратных метров. Потолочные перекрытия на площади 2 квадратных метра. Второй этаж полностью закопчен. 17 января в поселке Железнодорожный по улице Бурлова огонь охватил жилое строение. Пять огнеборцев на двух машинах пожаротушения ликвидировали пламя. Погибших травмированных нет. Во всех случаях устанавливаются причины и виновные лица. Отделение амбулаторного диализа открыли в Устилимской городской больнице. Выполнен ремонт и установлено оборудование. Лицензия на проведение процедур также получена. Медучреждение полностью готово к проведению процедур. Ранее устилимцы ездили на процедуры диализа в Братск, Ангарск и Иркутск. Теперь они смогут получать квалифицированную помощь, не покидая родной город. Первые процедуры запланированы на 17 января. Всего на данный момент в листе ожидания на прохождение амбулаторного диализа сейчас находятся 72 пациента. Кроме того, в центре предусмотрен отдельный зал для людей с инфекционными заболеваниями. Мэру Устилимска Анна Щекина встретилась с исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексеем Шелиховым и обсудила объединение Устилимской городской больницы, обеих взрослых и детской поликлиник в 2024 году в одну организацию. Как пояснил Алексей Владимирович, это повысит доступность медицинской помощи для жителей Устилимска и Устилимского района. Также новый статус объединенного учреждения позволит привлечь финансирование из федерального бюджета на капитальные ремонты и приобретение оборудования из фонда медицинского страхования на выплаты сотрудникам. Кроме того, медучреждения смогут участвовать в областных программах по привлечению специалистов. Обсудили и другие вопросы, например, возможность установки аппарата МРТ, капитальный ремонт детского инфекционного отделения. По аппарату МРТ в нашем городе он требуется, но прежде нужно определиться с финансированием. Оборудование дорогостоящее, помимо того, требуется подготовить помещение для него, а это тоже большой объем средств. В перспективе областной Минздрав не снимает этот вопрос с повестки. С 18 по 20 января в Иркутской области вводят режим повышенной готовности. Связано это с проведением праздника Крещения Господня. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Главы муниципальных образований региона должны обеспечить контроль за местами купания людей в Иорданях, а также оборудованием купели, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей. Кроме того, в местах, разрешенных для купания, в праздник Крещения Господня, в вечернее и ночное время, необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств. Региональному министерству здравоохранения поручено предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах массового купания. То же самое рекомендовано территориальному управлению Роспотребнадзора. За прошедшие сутки телефонные мошенники похитили у 14 жителей Приангарья почти 7 миллионов рублей. Аферисты представлялись сотрудниками банка, госслужащими, дилерами сельскохозяйственной техники и инвестиционными менеджерами. Полицейские просят граждан не доверять незнакомцам, которые требуют совершать финансовые операции по телефону. В случае поступления подобного звонка, немедленно прервите диалог и сообщите в полицию. На улучшение состояния автомобильных дорог Иркутской области в 2024 году направят 22,5 миллиарда рублей. Из них из областного бюджета – 17,1 миллиард, из федерального – 4,8 миллиарда, из местных – 0,6 миллиарда рублей. Об этом 17 января сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в этом году объемы финансирования дорожной отрасли примерно такие же, как и в прошлом. Но они позволят выполнить все запланированные работы. 10,7 миллиардов рублей направят на проект «Региональная местная дорожная сеть Иркутской области» и нацпроект «Безопасные качественные дороги». 2,1 миллиарда рублей – на транспортный каркас Иркутской области. Их получат 46 населенных пунктов. Чуть более 1 миллиарда – на комплексное развитие сельских территорий. В январе этого года в Иркутской области 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат уведомление о возможности получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Ее размер составляет 3 миллиона 343 тысячи 989 рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 1 миллиард 339 миллионов рублей. Альтернативная мера поддержки детей-сирот реализуется в Иркутской области с 2020 года по инициативе губернатора. В 2023 году получателями данной меры стали 484 человека, в том числе 101 человек – участники специальной военной операции. Кроме того, в 2024 году в Приангарии вступили в силу изменения в закон о мерах социальной поддержки многодетных семей, согласно которым областной материнский капитал предоставляется женщине при рождении или усыновлении второго и третьего ребенка, начиная с 1 января 2024 года. В этом году возраст выхода на пенсию по старости повышается. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года. Также изменятся минимальные требования для получения страховой пенсии. Для этого нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Напомним, что пенсионная реформа в России, предусматривающая повышение возраста выхода на пенсию, была одобрена правительством Российской Федерации в 2018 году. С 2019 пенсионный возраст поэтапно повышают. На все уйдет 10 лет. В итоге в 2028 году пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет – до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин. На официальном сайте Министерства труда и занятости Иркутской области начал работу раздел «Занятость участников СВО». В нем содержится вся необходимая информация о мерах поддержки вернувшихся бойцов и членов семей участников СВО в сфере занятости населения. В разделе «Занятость участников СВО» можно узнать о поиске работы, профессиональной переподготовки, получить консультацию о трудовых правах и многое другое. Кроме этого, там можно ознакомиться с контактными телефонами горячих линий Министерства труда и занятости региона и адресами кадровых центров. Также доступна информация о филиале фонда «Защитники Отечества» и бесплатной юридической помощи. В преддверии Нового года шесть детей Устилимского центра помощи семье и детям приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний-2023». Понимая масштаб мероприятия, устилимцы уже и не ждали исполнения своих мечтаний. Однако 12 января 2024 года неожиданно на пороге центра появился председатель общественного движения Устилимский городской совет отцов Василий Якимов. Он пришел не с пустыми руками, а с подарком от депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого, который исполнил 10 желаний с огромной столичной елки. В их числе оказалась мечта воспитанницы центра Оли – огромный плюшевый медведь.